У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я сменяюсь. Ну, тогда до свидания. Всё, раз нет. Общаемся, почему нет? Ну, нам зачем время зря тратить? Мы не преступники, у нас всё открыто. Я ещё раз спрашиваю. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Володя, попробуй там, где найди, подсоединяется. Вы не против? Нет, не против. Не против. Тогда говорите, кто вы, откуда и как нашли. Я много смотрю вас в Ютубе. В Ютубе давно ли смотрите? Что-то не слышно. Я подписан на ваш канал. На канал. И что вам понравилось? Всё занято. Что вы вещаете, мне это нравится. Так. А вы верующий? Да. У нас всё здесь по вере. Мы священное писание держим в руках. Мы православные христиане, проповедники. Ну, и с какой целью вы пришли? Я в Испании живу. В Испании. У нас оттуда недавно ездил наш работать наш брат. Вернулся оттуда. А здесь очень много преподов православных. Московского патриархата. Ну, не только там. Есть сирпского патриархата. Есть священники испанцы. Православные. Испанию знаем. Она сумела сохранить себя во время войны. не была на стороне ни Гитлера, ни коммунистов. Сумели же так. Каудилья Франко. У нашего священника. Вдруг. Он испанец. Так. Он очень много веры пробовал. У него. Его дядя. Там четыре дяди, по-моему, у него. Они испанцы. Они священники испанские, католические. Да. Он один-единственный, который пришел в православие. Он очень много веры. Перепробовал. И он нашел истину. Вот как. Православие. Хорошо. Он был как бы и у протестантов. А отец Николас. Вот. И он живет монашеской жизнью. Понятно. Мы проезжали с миссионерской поездкой. Мы были в Испании. В Португалии дошли. Знаете, да? Да, конечно. Мы проехали до Владивостока из Барнаула. А потом до Испании. Прошли по Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. И где вы были? 650 городовых сел посетили. И в каждой я дарил полный комплект своих книг. 38 томов. Я недавно был в Сантьяго. Сантьяго де Компостело. Там находится мощь из того посола Якова. А какого Якова? Алфеева или... Там же несколько Якова было. Конечно, для меня... Сейчас уже сложный вопрос. Иуды, иуды, иуды. Появилась частичка спиртона Триенфинского. Ну ладно, это нас не касается. Так, вы Библию-то читаете? Англию. У вас все... Вам все понятно? Или вопросы есть? Как бы все понятно. Ну, не все понятно. Понятное дело, что там... Не один раз прочитать, чтобы что-то было понятно. Понятно. А почему вы бороду бреете? Если православный-то. Бешок. Не идет мне борода. Нет, мы творение Божие. Тут надо серьезно отнестись. Мы творение Божие. И поэтому портите, допустим, картина Рембрандта или Рафаэля. И кто-то подошел бы, скажет, подправлять. Кто поверит им, что они лучше знают? Это Бог нас так сотворил. Мужчине Бог дал власть. Это нас, женщины. И смотрим мы изображения в церкви. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки все с бородами, Иоанн Креститель с бородой. А мы кто такие? Это написано, не любите мир, не того, что в мире. А у католиков и папа бритый. Куда это годится? А Сиксинская Мадонна, папа Сикс с бородой. Католическая картина. А Гюстав Доре 230 написал гравюр. Все с бородами. Там я посчитал, там больше ста человек нарисованы. Все с бородами. Это мало. Это вот надо, мы говорим, когда. Потому как Господь нас так сотворил. И поэтому надо придерживаться этого. Потому что, когда над Давидовыми слугами насмехались, полбороды обрели, то он их не запустил в Иерусалим, пока не отрастет борода. А мы идем в небесный Иерусалим. Вот штука-то какая. Если в малом не верено, и над многим Господь не подставит, мы должны быть настоящие христиане. Вас как звать-то? Меня зовут Виталий. Я позвонил, чтобы поздравить вас с праздничком. Ну спроси-ка, это не праздник, это памятная дата. А вы знаете, как переводится Виталий? Виталий? Ой, наверное, не помню, но помните. Жизненный, жизненный. Точно, точно, да. Жизненный. Ну, это надо во Христе жить, чтобы... Виктор, Виктория, я помню там победа. А Виталий вот забыл. Это жизненный, жизненный, да. Сегодня полная литургия, вот недавно пришел. А вы когда у нас на Ютубе были? Ой, на Ютубе у вас... А, в смысле? Ну, я вас смотрю, но как бы вам не звонил, когда первый раз позвонил. Ну, последние дни... Пусть сейчас даже вот в вашей передаче у меня по телевизору и... Свету, в трапезной, в трапезной не чайте. Ну вот рядом со мной сидит человек. Сейчас последний ролик, именно с ним мы беседуем. Андрюша, рядом покажись. Вот, видишь как? Он молодой человек. Вот как вы... Вот, а это Володя. Володя, подойди сюда. Я вижу. Вот. Видите, как? У нас женщины как в храме одеты. Два платка, как хиджапы, платья до полу. Вот как. Это все труд. Просто так не сделаешь. Это женщины в храм. Да. Я вот, ну хорошо, наши еще, как взять, советские, да, Советского Союза, да, женщины, которые, ну, ходят в платочках. Вот я видел паломники, да, приезжают. Допустим, я был в Греции, да, там, в Салонике, к примеру. Приезжают паломники, вот два автобуса паломника, все женщины заходят в платочках. То есть, гречанки, они все ходят уже без подков. Да. Я просто иногда езжу на Афу, вот, в паломнические поездки, там, приклониться, там, в поиску, там, ну, и помолиться, причаститься. Очень интересно. И вот, я вот очень много времени, ну, много обращаю внимания на то, как одеваются женщины. Да, да. Кто там помадой красится, а глаза красят, ну, это ж вообще никуда не годится. Ну, да, это что-то сквозь. Ну, это не годится никуда. Ты, помни, преклонись, а там, блин, помада твоя останется. Ну, и вообще, какие там, ну, вот, говорить, там, брюки, там, еще что-то, блин. Вот у нас мусульманки, вот я думаю, что, хоть в Испании живем, да, но здесь вообще много людей с Марокко. Так все мусульманки, наши православные, могут им позавидовать, понимаете? Они все в юбках ходят и в потушках. Да, видели мы, вот у нас мусульманки здесь где-то есть, встречаются. Вот я был в Греции, когда она едет, не в Греции даже, в Болгарии, за рулем сидит женщина. Ну, до того она выглядит импозантно. И я его так поклонился, а она мне заулыбалась, поклонилась. Она едет и просто, ну, видно, что она не такая, как все. Вот мы ездили в шесть мусульманских республик. Вот как границу переезжаешь, как будто другое государство. А все живут в одной стране Российской Федерации. Ага. Это же, как научат, надо малых детей к этому приезжать. У нас вот девочки, даже грудной ребенок обязательно в платке должен быть. Она уже в хвосте. Да. Конечно, женщина приходит в храм сразу, там у нас есть там этот ящик с платочками, там сразу я это подсказываю людям, ну, которые на свечном столике. Я говорю, вот дайте, пожалуйста, платочек вот той девушке там. Та пришла в брюках, говорю, дайте ей юб, пускай оденет. Ну да, у нас так же в деревне делают. Ну, они просто, знаете, они забывают, куда они приходят. Они приходят к Господу Богу помолиться. А одеты как? Ну да. Вы же не на дискотеку пришли? Да. А вы как оказались в Испании-то? Я приехал в 2004 году в Испанию. Ну, как бы на заработки, да? А потом остался? Да, потом остался. Я приехал в 2004 году, спустя четыре года я пришел в храм. Ну, я как бы был не прихожанином, а захожанином, знаете, как говорят, крещеный на бумаге. Так. Ну, я его по-испански понимаю. По-испански. И пришел там, ходил, у нас священник очень хороший, протолей. А по-испански там учились? По-испански там учились говорить? По-испански. Советский человек. По-испански научились? Нет говорить? По-испански научились? Ну, я разговариваю, но с трудом. Я сейчас еще хожу на курсы, там, ну, официальная школа языков. Ну, вы считаете, что... Потому что у нас почти каждый второй человек в этом городе, в котором я живу, он русскоязычный. О-о-о. То есть, как бы, живешь с русскими, работаешь с русскими, и тут как бы с языком с этим тяжело. А мне пришлось быть в Латвии, так я постарался сразу начать учить самостоятельно, и в бригаду, где одни латыши. У меня же через три с половиной месяца я уже с ними разговариваю. Стал радио слушать, все, что по-латышски. Газеты их считать, от всего отойти. Где свободное время разговаривать, я сижу и слушаю. Тут дело серьезное. Так это три с половиной месяца, а вы уже там 15 лет. Ну, да. Черт, так, вы должны знать. Ну, ладно, если вопросов никаких нет, то смотрите. Просто было приятно вас увидеть и поздравить с праздником. Спасибо, Христос. Вот сейчас на YouTube я вам скинул наши данные все. У нас молитва идет общая, там со всего мира присоединяются люди, которые... Можете к нам присоединиться на молитву утром? Ну, конечно, это там... Я вам скину... Если обласновение даст... Я скину данные. Данные. Хорошо. Наши ресурсы какие есть. Ну, все тогда, до свидания. До свидания. Спасибо вам. С Богом. Всего хорошего. Продолжение следует.